Как лодку назовешь, так она и поплывет. Педагоги специальной коррекционной общеобразовательной школы «Гармония» на протяжении целого десятилетия дарят своим воспитанникам не только знания, но и гармонию души и сердца. Еще в августе 2012 года школе исполнилось 10 лет, но отметить столь знаменательную дату коллектив решил только сейчас. В Доме культуры «Полет», что в старом городке, собрались дети, родители, учителя. Директор школы Елена Ребезина рассказала об истории учреждения, начале его работы. Вспомнила и о первых учителях, о веселой школьной жизни, когда все праздники отмечали дружно, вместе, как большая семья. 13 учеников, 7 учителей, директор и секретарь. Вот состав «Гармонии» в первый год работы. На сегодня у школы три здания в старом городке Голицыно и на территории храма Архангела Михаила в Кубинке. Обучение проходит уже 152 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, знания которым дарит 62 педагога. Заместитель руководителя администрации Одинцовского района Людмила Гурина рассказала, что сейчас в администрации разрабатывается проект по созданию реабилитационно-медицинского отделения больницы на базе филиала школы гармонии в Голицыно. Пожелала только положительных эмоций, поблагодарила педагогов за их нелегкий труд. Интересно и самое главное, очень полезно работаете. Потому что существование этой школы, оно доказывает, что никакие даже самые сложные и тяжелые заболевания не могут быть препятствием для развития способностей, талантов и самых-самых лучших человеческих качеств. И действительно есть чем гордиться. В 2011 году бывший воспитанник Николай Медведев окончил школу с золотой медалью и стал студентом престижного московского вуза. Многие ребята принимают активное участие в жизни гармонии. Немало талантливых учеников, несмотря на то, что все они дети с ограниченными возможностями здоровья. В Московской области всего три таких школы, две из них гармонии надежды находятся в Одинцовском районе, а как сельская школа гармония единственная в России. Отец Кирилл, настоятель храма святителя Николая, патриаршая подворья в селе Никольское, отметил, что труд преподавателей в этом учебном заведении – жертвенное дело, не работа, а служение детям. И в подарок преподнес икону благословления Господом детей, чтобы она поддерживала и оберегала ребят в трудную минуту. А Вячеслав Нищук, начальник сектора педагогической поддержки детства и специального коррекционного образования Управления образования, поздравил всех с юбилеем и передал подарок картину от школы «Надежда». Пожелал всем в первую очередь здоровья. Счастья вам, здоровья, больших достатков, хороших успехов, молодости, красоты и прежде всего здоровья. Живи гармония и расцветай. В гармонии сейчас занимаются и дети, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать школу, а учатся на дому. Еще в 2003-м тут начали обучение дистанционно, а в 2011-м учебное заведение стало пилотной площадкой по дистанционному обучению на всей территории Московской области. В ходе празднования юбилея педагоги установили связь с мальчиком, который и сейчас обучается в домашних условиях. Юрий Супрунов, глава сельского поселения Никольское, подарил каждому учителю цветы, пожелал терпения в их нелегком труде, а ребятам здоровья и успехов в учебе. Трудно каждый день отдавать частицу себя детям, потому что по-другому в этой школе в принципе нельзя работать, нельзя этой школой по-другому руководить. Учащиеся школы в знак благодарности своим педагогам исполнили песню «Некогда стареть учителям». Елена Хритонова, Константин Королев, телекомпания Одинцова.